Здравствуйте всем! Сегодня мы просто переходим к моим самым любимым трюкам Это Крипт, Рейли и Францзад 540 Это трюки на самом деле очень яркие, очень эмоционально возвышающие Они всегда такие драйвовые, они должны быть исполнены на нем Но физически очень сильные и психологически очень страшные Самое важное это подобрать правильное место тренировок Правильно, чтобы у вас был грамотный и квалифицированный тренер Чтобы тренировки проходили безопасно и трюки вас не калечили А вы только от них получали массу ярких впечатлений Итак, ну сейчас я вам расскажу про трюки, такие рейлевые трюки, как рейли Если захотите, расскажу и про СБ, а также поделюсь таким сложным трюком, как Фексис 540 или просто 540 Итак, начну с рейлевого трюка Это мой любимый трюк, признаюсь честно Захватывает он меня тем, что это скорость, это амплитуда, высота полета и зрелищность, конечно же, в первую очередь Самый психологически сложный трюк, наверное, в бейкборде Ну, не сам трюк, а именно серия трюков, рейли вот элементов Трюк этот исполняется на самой максимальной зарезке Это когда мы отходим от волны на достаточное расстояние После чего мы закладываем угол подъезда к волне такой острый, чтобы наша скорость постаралась быть максимальной После чего, делая запятую на зарезке, именно это подъезд к волне, доска начинает уходить практически в противоположном направлении от катера Самое важное здесь не опустить положение таза, так как у многих ошибка Проваливается таз вниз и его уже тяжело поднимать наверх Далее с жестких ног ноги уходят назад, а плечи выравнивают стойку в воздухе Все эти трюки мы можем тренировать изначально на акробатике на батуте В наличии батутного зала должно быть обязательно оборудование Просто там, где оно есть, есть прогресс Там, где его нет, соответственно, прогресса нет Это как без лебедки или катера заниматься вейкбордом Ну, есть какие-то неотъемлемые части Поэтому самое важное в выборе места для занятий Это наличие правильного, качественного, не сломанного, хорошего оборудования С которым занимается каждый из вас, каждый из спортсменов Это обязательно безопасность Обязательно должны быть наличие матов Обязательно страховочные сетки и страховочные лонжи Ну и также непорванные сетки Обязательно нужна поролонная яма Без нее вообще, как бы, только безголовый может прыгать Перейдем к второму трюку, который называется крипт Это тоже, наверное, один из моих любимых трюков Мы сегодня с ним поработаем Поехали! Переходя к трюку крипт, который делается так же, как рели Только лишь с одним условием Тем, что мы возвращаемся в не свою стойку Просемляемся в ногу под названием свитч Другой ногой Здесь техника такова, что мы выпрыгиваем с волны Не ровно, горизонтально, а выпрыгиваем боком Что, в целом, при исполнении данных рейлевых трюков Наверное, даже проще, чем выпрыгнуть ровно Но это мое личное мнение И я объясню, почему Потому что сохранить себя в этом положении И с волны выйти боком Намного проще, чем сохранить стойку горизонтального полета Здесь, конечно, много решает скорость И угол подъезда от волны Переходя к рассказу о трюке 540 Могу сказать следующее Что в данном трюке очень важно научиться вращению на максимальной тяге У техники подъезда к волне есть три угла, так скажем Это прыжок вперед через две волны Прыжок перпендикулярно волнам И прыжок назад Самый высокий, самый амплитудный И самый, наверное, сложный прыжок Это прыжок назад Когда зарезка к волне самая острая В этот момент сила тяги на руках увеличивается практически в два раза По сравнению с прямым прыжком 540 – это как раз один из тех трюков, когда мы делаем это на скорости На акробатике я подсказываю вам, рассказываю о том, насколько важно вращение головы, разворот плеча Действует на количество оборотов и скорость вращения вокруг своей собственной оси Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok